Доброе время суток! С вами Виктор Дулин, 17 декабря 2021 года. И на этой неделе у меня три несчастья случилось. Полетел вот этот, Ситачи, внешне жёсткий диск. Вот, на три терабайта. Не видит его ни один мой ноутбук. Вот его потроха, так скажем, вытащенный в мастерской. Полетел вот этот жёсткий диск на 1 терабайт внешний. Тоже, вернее, даже на пол терабайта. Вот оно, вот такой. И наушник, вот этот Bluetooth тоже полетел. Но, если, например, вот этот терабайтовый диск я покупал лет 15 назад, он весит, смотрим, сколько кило 300, почти что, то через 10 лет вот этот Хитачи уже 3 терабайта. Это всего 980 грамм масса. Прослужил он лет 10, а Буффало лет 15. Ну, а это из старого компьютера, вернее, из компьютера извлечён. И масса его, видим, 109 грамм. Здесь пол терабайта. Вроде бы. Ну да. Что-то не увижу. Ну, в общем, пол терабайта. То сейчас мне перенесли на диск. Двух терабайтовый. Вот он здесь лежит, называется, вот так. Это диск. Масса его. Без кабеля взвешиваем. 2 терабайта, всего 130 грамм. Но особенность этого диска, в отличие от предыдущих, вот этих двух, Хитачи и Буффало, то, что они должны стоять вертикально, а этот диск, бажик, должен лежать горизонтально во время работы. Ну, правила пользования одни и те же. Вот здесь написано, чтобы обеспечить безопасность и сохранность данных, при отключении продукт всегда выполняется в операционной системе процедура безопасного извлечения. Ну, и вот показано, что он должен лежать горизонтально. Вот так шар новая техника. Ну, стоит, как видим, 2 терабайтовый диск 69 евро. Ну, и неделю мучились. Мне переносили за 40, ну да, за 35 евро. Перенесли мне. Причём смогли перенести не папками, как у меня здесь было на этих двух дисках. Вот эти два диска. А файлами, типами файлов. Там файл картинки, файл документов. И причём даже картинки. Например, видео отдельно. PDF картинки отдельно. JPG. Ну, в общем, все картинки, если они разные файлы, то все папки теперь у меня отсутствуют. Так что сплошные идут вот такие вот файловые содержания. Ну, слава богу, хоть спасли данные. Вот так шагнула техника вперёд по размеру и по объёму. Ну, очень даже круто. Если дальше такими темпами будем шагать, то просто даже не могу... Научная фантастика не может представить, куда мы идём. И самое главное, если пошли такие темпы развития, то к чему же это приведёт? Если за предыдущие тысячелетия техника так не шагала, то за последние сто лет это огромнейший скачок. А если дальше такими темпами пойдёт, плюс появление новых болезней такими же темпами, то будущее даже на пять лет вперёд, трудно предсказать. Так что, ребята, живём и наслаждаемся каждым днём. Всего вам доброго. Вот такой у нас 17 декабря 2021 года абрикосовый закат по цвету. Вот такие ёлочки. И сегодня я здесь проходил перенос со старых моих дисков. Внешних на новые, поскольку старых не видели. Вот в этом салоне техника-салон у нас, где мне всё ремонтируют, помогают и прочее. Ну и поехали домой. 16 декабря 2021 года. Доброе время суток. И сегодня я что-то всю ночь маялся. Три раза вставал к компьютеру и приехал, в конце концов, на дачу только в 8 часов. Сейчас уже почти 10. И лучше всего получается запись не с того микрофона, который в смартфоне, а вот с этих телефончиков, которые здесь в коробочке вот тут. Но у них есть большой минус. Они выпадают из ушей очень часто. И без вот этого шнурка, если его не одеть, я бы их сегодня потерял разов 10. Очень плохо держится в ушах, в отличие от прилагаемых наушников с таким разъёмом к смартфону. Ультра-21 и Ультра-20. И поэтому я пользуюсь только с этим шнурком, этими наушниками с микрофонами. Но качество у них прекрасное, о чём вы сегодня убедитесь, когда я буду заканчивать, порезать ящики. Ну вот, сегодня я взял в качестве десерта торт, который у друга сюда приготовил. Перчики, чесночок, телефоны заряжаются, коробка закрывается. Я достаю свою кашу. Вот, видим, время 9.46, гречка нагрета, температура на улице плюс 4, поэтому я даже без куртки взмок, не разжигаю камина. И вот, усаживаюсь, наконец, завтракать почти в 10 часов. Давай, включим чаёк. 16 декабря 2021 года. И вот на чесноке, на грядке чеснока остались только одинаковые ящики. 40 штук здесь. Но резать их мне пока не во что и незачем. Они прикрывают пока картон, который может сдуть ветром, если вдруг мороз совсем отпустит землю. Ну и самое главное, мне их не во что резать, поскольку все большие ящики, вот видим, 20 штук здесь наполнены, закончились. И следующий этап нарезки будет уже после того, как у меня вновь появятся ящики большие. 60 на 40 сантиметров. Вот так вот выглядит теперь теплица, освобождённая от маленьких ящиков. Вот здесь эти опилки все и обрезки сложены. ведро, которое я сейчас отнесу в цокольное помещение и заполню ими места между ящиками пустоты. Ну, сидел я вот здесь, включил, включён был обогреватель. Все эти три дня ноги грел, укрывшись этим чёрным каталором. и чувствовал себя вполне комфортно. Ну, теперь занесу. Место освободилось. Здесь уберу станок. Занесу вот этот корпус печи и буду освобождать от лишнего металла внутри. Мне нужен только кожух. 17 декабря 2021 года. Вот видим, тут чайник кипел на окне. Такой туман от него. За окном обещали солнечный день. Но пока не похоже. Время 9 часов. Заварил кофе. Так, вот здесь решёточка. Она должна быть против носочка. Вот так вот потихоньку опускаем. И теперь достаём мою кашу, согревшуюся. И ставим по-друге, когда она проснётся. Ну, а я отправляюсь к большому экрану на завтрак. Вот так выглядит мой завтрак за просмотром очередного канала о сельской жизни. Ну и вот, доедаю гречневую кашу. Здесь 30 грамм кофе и сыр. И 100 грамм садовой земляники, протёртой, без сахара. Время после обеденного перекуса. И вот наша дыня. За окном солнышко. И тыква сегодня тоже будет на перекус. Дыня оказалась условно съедобной. Со вкусом огурца, поскольку переопылилась. У нас было всего два кустика дыни в огуречном ряду. Поэтому подруга поклевала немножко. Тут два сантиметра. Сантиметр даже только съела. Даже она этого огурца не захотела. Ну, а я, конечно, обошёлся тортиком с клубникой. Ну и смотрим новый интересный канал. Вид из западного окна. И уже вот столько у нас осталось помидорчиков. Яблоко вчера последнее доели. Цветочки тоже. Тут последнее отшветает. И дыня, которую мы не доели, будут доедать наши червячки. О, что-то они тут попрятались. Ну, посмотрим, как они обитают. Так, лампу поближе поставим. Вот так. Под канистрой Выглядит житоха червячиная. И сюда же под канистру высыпаем всю нашу дыню. И даже не буду прикрывать её газетами. Вот так канистру сверху кину и всё на этом. Вот так это дело выглядит. Видите, здесь заварка чайная. Мы тут особо не заморачиваемся. Ну и вот на крышке пару червячков. Но это потому, что хорошая погода. Вчера была дождливая и давление падало. Поэтому они были все наверху. Сейчас все попрятались. Так что по червячкам можно погоду определять, не глядя в окно. Вот они. Такие красавчики. Один вид. Вот здесь второй вид. Закрываем лавочку. Подруга положила мне тортик на завтра на дачу в коробку. Освободилась большая посуда из-под торта. И вот такие вот обмылочки. Конечно же сладенькие. И я отправлю червячишкам. Вот так вот. Еще немножко сполосну. Вот так вот. И тоже нашим работничкам. Приятного аппетита. Так что у нас ничего не пропадает. Даром не съеденная дыня. Не чай. Испитой. Или испитый. Вот видим, если вот так его подгорести. Сразу увидим, что его уже червячки наши оприходовали. Ну и видим, тут прорастают любые семена, которые в чае есть. Ну вот, сколько тут растений. Мы особо не тревожим. Ну вот, если попробовать поднять. Опа. То увидим, сколько здесь проросло всяких растений. Семен. Скорее всего, мелиса из чая. Даже после ошпаривания. Все равно семена остаются живучими. После ошпаривания и заваривания. КОНЕЦ. 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 КОНЕЦ.